С вещами на выход. Вынужденных переселенцев попросили покинуть гостиницы, в которых их переселили после взрыва. Я напомню, в июле на шестом этаже панельной девятиэтажки случился взрыв на улице Краснодонцев в Заводском районе. Хозяева квартиры были на даче и лишь поэтому не погибли. Как позже выяснилось, пенсионеры пустили к себе домой неких газовщиков-мошенников. Сейчас таких много. Они за большие деньги проводят якобы проверку, меняют газовые шланги и берут за это очень дорого. А материалы и комплектующие используют самые дешевые. И вот такой копеечный шланг и дал утечку, которая закончилась взрывом. Расстелили два подъезда, в качестве временного жилья предоставили людям гостиницы и после месяца проживания людей попросили оттуда выезжать. Сейчас мы поставлены перед срочной, буквально эвакуацией отсюда. Это срочно сложно осуществить, потому что надо найти жилье. Надо найти. Я вчера вечером только приехала из сада, я жила в полной надежде, что у нас еще есть время. Может быть, я, конечно, схалатничала в этом плане, понадеялась на государственное что-то, какую-то заботу. И я сейчас написала заявление на продление, небольшое продление хотя бы, чтобы мы что-то могли найти. Конечно, денег нет, пенсия всего 12 тысяч у меня, небольшая. А для меня это проблема ужасная. Я буквально не знаю, что делать. Нас попросила администрация автозаводского района до 17-го числа подыскать себе съемные квартиры. Наверное, по всей видимости, у них не хватает денег на содержание нас здесь. Им дешевле, по всей видимости, нам доплачивать за съемные квартиры. У меня бабушке 85 лет. И вот инвалид тоже второй группы есть. Нам тяжело сейчас найти квартиры. Все подъезды закрыты, жильцов не пускают. Ситуация аварийная. Никто ничего не знает, что с домом происходит. Все результаты сказали будут после экспертизы. Результаты экспертизы объявили не раньше 23 сентября. Ну, вот, представляете, еще месяц. Где нам без вещей зимних, в общем, без всего. Все, что успели, взяли, самое необходимое. Не разрешают вещи брать. Запретили вообще кому-то туда заходить. На территорию даже вот не пускают. Дело в том, что дали неделю вот выселяться. Дают срок недели. Что я могу за неделю найти? И потом, если даже вот у меня нашли квартиру, на что я там сяду и лягу? У нас же все в квартире закрыто. Мы взяли то, что вот сейчас в жару ходить, а остальное ничего нет. Покупать хорошо, если у кого средства есть. Все, их нужно купить. Это не одна тысяча рублей. В районной администрации сообщили, что все расходы, связанные с поиском квартиры, выплаты риэлторам и прочее, жителям придется брать на себя. А вот ежемесячную плату за съем квартиры обещают компенсировать, но не больше определенной суммы. За однокомнатную квартиру 10 400 рублей, за двухкомнатную 13 500. При возникновении каких-то либо чрезвычайных ситуаций мы можем предоставить маневренный фонд. Я с этого и начал, что на сегодняшний день у нас с вами маневренный фонд состоит в общежитии. Поэтому, понимая, что жители туда не могут переехать из квартиры в общежитие, было принято решение, что они арендует себе квартиры, те, которые более им подходят, либо район проживания, комфортность проживания. И город компенсирует затраты, которые они понесут за арендное помещение, из бюджета города Нижнего Новгорода. А гостиницы – это как временные меры. Кстати, когда эвакуированные жители смогут вернуться в свои квартиры, неясно. Даже примерных сроков нам никто назвать не смог.